не надо не надо сегодняшний урок будет лейлю ниш ма тву менаши бен фрида эстер а также симон бен мы знаем с вами друзья что тора это инструкция к жизни тора найдется все это реклама про другую вещь вот так или иначе и должны знать евреи должны знать тора найдется все мы с вами сегодня по вашей просьбе по вашей просьбе мы сегодня разговариваем о снах тема уроков это сны написано в книге примит бар биллу тихо 6 6 посуд и сказал он слушайте слова мои если есть между вами пророк бога то я введение открываюсь ему и во сне говорю с ним то есть тора нам с вами говорит друзья что всевышний во сне разговаривает то есть потенциально сон потенциально сон это такая вещь где с нами разговаривают таким образом что на его как сами не могут поговорить с небес будто всевышний всевышний сам не будет общаться это понятно мы с вами сейчас скажем что он общается в принципе дальше скажем то есть он общается в принципе с пророком и общался но так или иначе для начала но сами нужно знать что тора сказала так что сон это что такое сон это разговор то есть во сне тебе что-то говорят наша недель на главе микет сказано про иосефа помните иосефа цадык помните его барухата адуна еллоену мелеха олам шиакон неаби дворок а был там с нами молодой еврей микет 41 глава 12 посуд а был там с нами молодой еврей равначальника палачей и рассказали мы ему и он истолковал нам сны наши всякому по его сну толковал он и вот как он нам истолковал так избылась эта книга берешит 41 глава 12 посуд и 13 то есть иосефа попросили растолковать сны и как он растолковал так они избылись отсюда говорят мудрецы самое важное самое важное во снах это что как тебе его истолкуют у меня бауха шеем у нас было уже два урока по снам давно давно кто смотрит трансляции ранее ранее два урока про сны это третье сны третья часть так я думаю что будет очень много интересного бауха шеем творец благословил нашел книгу дьяврей халамот халамот дьяврей халамот и он рассказывает про сны гемора проход написано каждый кто не видел снов семь дней называют его злодеем каждый кто не видит сны семь дней не помнишь сны ну не главное что они были или нет вопрос не в том помнишь ты или нет для этого для чего нужно помнить что потом их как-то искал ты истолковать это проблема то есть смотрите гемора говорит он называется злодеем что значит злодеем злодея это тот кто кто убивает кто крадет не всегда но не то что не всегда а не только не только до тот кто врет тоже в наших книгах называется злодеем тот кто обманывает друг друг друга тоже называется злодеем неважно это может быть человек может быть злодеем по отношению к всевышнему но может быть злодеем еще по отношению к человеку так если его не удостаивают что он семь дней видит сны называют его злодеем изначально вы должны понимать человек в принципе один раз как минимум один раз в неделю должен видеть сны ничего это это не такого не называют злодеем так раша объясняет то есть получается где-то он спит без того что столько ему не это он тот кому нет никак над кем не надирают с небес чтобы он назывался злодеем да то есть не наблюдать за ним чтобы на ошибался один и тот же сон мы с вами сейчас поговорим если нет еще раз задашь вопрос ты злодей я злодей мы только что сказали что каждый кто не видит снов семь дней называется злодеем надо понять что значит злодей хорошо это потом давайте потом так как еще раз значит самое главное что мы сказали как истолковал так и было геморраг говорит кол ахалу мод улхин ахар апе все сны они идут за да то есть как тебе их истолкуют а так они могут сбыться поэтому нельзя как только те из присоединился боже как будто буду не видели месяц как только тебе присоединился бой коряется потому что сейчас мы все мы ответим давай не просто нельзя отвечать через 500 минут как вот поэтому поэтому нельзя с нами разбрасываться то есть одному рассказал второму рассказал третьему рассказал или подружки рассказала вообще ничего не понимает нельзя это делать не нужно рассказывать тому кто знает что тебе 100 1 по-доброму объяснит не скажут тебе а это значит к смерти это значит к этому вот значит этому и все еще больше это сам вот это значит call если ты знаешь вот это нельзя это нельзя но это отдельная тема разговора так значит дальше как-то ты рушалми трактат и ушел мин о еще еще подпишет балла турим очень интересно что ахалу мод он хин ахар а п это гематрия гематрия кашир патар то есть кашир патар здесь написано с недельной главе как иосиф иосиф как нам объяснил так и все и случилось кашир патар кашир патар там гематрия лучше свое значение то же самое что в геморе написано трактат и ушел и пишет что нужно каждому человеку чтобы истолковали сон на добро поэтому если мы знаем что человек злодеи человек кого другого ненавидит он может сказать плохое к этому не прыгать к нему не приходят не говорят не рассказывать про свой сон понятно или раньше большое значение это имело и люди люди изучали что означал тот или иной сон что они они приходили кровину с поговорили так 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 что давай посмотрим где что было как было потому что мы они знали что и сон это не просто какая-то запись да а это что-то то что сами разговаривает с чего мы с вами начали сон это то что человек видит во время сна и неважно это ночью или днем просто вздремнул или на постоянный сон ушел неважно даже говорят что галлюцинации во время жары например человек оказался в пустыне это тоже некая часть сна галлюцинации написано написано в книге йов 33 глава 15 пасук в сновидении ночном когда сон падает на людей во время дремоты на ложе тогда открывает он уху ухо людей и запечатляет за пить запечатляет свои послания это значит что именно когда еще один из всего доказательства его приводит что именно когда человек спит всевышний открывает ему ухо и запечатляет то что он ему хочет сказать именно во сне теперь смотрите есть несколько стадий сновидений несколько стадий есть праведные сны есть ложные сны настоящий сон это сон в котором человек видит вещи касающиеся нематериальных вещей то есть если приснился айфон или машина или квартира или хороший костюм или девушка с которыми я накануне общался это сон не о чем это не настоящий если все вместе то 100 тысячи процентов я вам рассказываю ты можешь задавать вопрос почему но я тебе рассказываю что написано в наших книгах не важно то есть первое первый признак первый признак ненастоящего сна это его материальная составляющая или той части сна которая связана с материальностью можно знать что это не связано с настоящим это не не имеет не то что всевышний нам хочет сказать вот что имеется ввиду да давайте я вам сейчас расскажу все если потом вопросы останутся вы мне зададите эти вопросы потому что в конце книги мы все это не успеем книга большая очень больше чем 150 страниц вот в конце книги приводится конкретно перечисление на несколько листов что человек увидел по согласно салев бет-бет гимель дали слова просто перечислили если что увиделся может быть мы с вами как нибудь доберемся и это тоже проучим но давайте сначала определимся с со смыслом да так почему за первое что мы сказали то вещи которые не касаются материальности это и есть настоящее что не касается материальности то есть то что касается души непосредственно человека почему потому что душа она сильнее матерей да и во время сна душа она в принципе выходит из тела мы знаем что душа состоит из пяти частей четыре части души души покидает во время сна тела и уходит высшими миры а одна часть только остается в теле и она соединяет как раз эту оставляет вот эту связь с теми с четырьмя частями тела и той информации которые ходят и идет там и эти четыре части души ходят под тем миром и сталкиваются с там с некоторыми ангелами и так далее вот они передают как раз информацию той части души которая осталась в человеке и это создает весь этот видеоряд сна вот поэтому мы с вами должны понимать что душа она она сильнее когда душа уходит туда в тот мир как раз есть причина того почему большинство сновидений мы с вами получаем от людей уже ушедших в тот мир потому что сновидение это что-то что-то из не из этого мира да скажем так значит это первое это то есть то что не касается материальность второе второе это сон который побуждает делать шву побуждает делать больше шаги к творцу например человек не одевает тефелинска увидел какой-то сон и все после этого он хочет одевать чего-то испугался или что-то наоборот на самом деле еще больше полюбил или какие-то вещи тоже касается касательно духовности и на про это сказано в йове дальше дальше идет послуг что чтобы отвести значит смотрите что он сказал на чисто видение начнем когда на человека падает сон во время дремоты на ложе тогда открывает он ухо людей и запечатляет свои посла послание для чего ионатан для чего он это делает я вам расскажу чтобы отвести человека от злого дела укрыть гордыню от мужа то есть чтобы человек не возгордился чтобы уберечь его душу от могилы и жизнь его от меча то есть чтобы он не навредила ничего в этом мире и следующий мир для этого нам посылают через сны иногда послание для этого или призывы делать к чулу то есть получается уберечь человека от греха вернуть его на чулу да третье третье иногда мы видим сны которые хотят уберечь нас от опасности гиббара тактат хагига пятый лист амут бет говорит к так сказала кадош баруху несмотря на то что скрыл я свое лицо от вас никто из нас не видит творца во сне говорю с вами так написано так тадиха века во сне говорю с вами один из частей потому что сон это один из частей открытия будущего это предупреждение об опасности и так написал написано в геморрее что однажды кабаев ой крови пришел отец и сказал что сегодня ни в коем случае не спи на своей кровати мы сейчас мы сейчас давайте еще раз давайте мы с вами договорим секундочку мы сейчас с вами договорим если останутся вопросы если они отвечу тогда после в конце вы не зададите вам еще раз отвечу хорошо потому что я я уверен сейчас том что я скажу будет ответ на ваши вопросы смотрите гимаре приводится пример что пришел отец во сне крови и сказал сегодня не спи на своей кровати пойди куда хочешь к соседу к другу но на своей кровати не спи он так и сделал утром приходит и увидел что его кровать проткнута мечом то есть еще один пример того что сны нас предупреждают да или например сказано что постановление амана да нас будем когда в месяце адар месяц да так вот постановление амана что он хочет уничтожить тех евреев мордыха и открылись во сне написано что мордыха я дает кола шерас наса на аса урха и знал все что он сделал откуда он знал по сне ему сообщили что есть угроза для всего еврейского народа четвертая причина зачем нам снятся сны четвертая причина это узнать себя до сих пор мы говорили о той пользе которая приносит сны да на самом деле это это сны которые настоящие настоящие сны которые реально нам что-то сообщают то что касается материал нашей чего души теперь а что касается наши все-таки материальности если день цица миллион долларов все-таки есть здесь пророчество или нет про это сказано так про это сказано большинство сновидений большинство сновидений они не имеют смысла тем более в наше время друзья мои тем более в наше время почему к тем более наше время потому что Потому что написано у пророка Азхари А сны они ложь говорят И пустую нам, иллюзиями нас успокаивают Почему это так происходит? Потому что люди, которые были духовно высоко Они знали, что им передают во сне Когда пророк Азхари сказал, что Они ложь говорят, что он имеет в виду Имеется в виду, что говорят наши мудрецы Сном от чего строится? Сон строится от того, что человек видит и думает На протяжении всего дня И 90% 90% Того, что человек В течение дня он видит И воспринимает информацию 90% этого уходит во сне В сон Соединяется с воображением человека И на этой основе строится весь сон Например Как Миша спросил Если человеку снятся кошмары Я, конечно, не знаю Но, может быть Такой человек любит смотреть В оставшие из мертвых Не знаю Или постоянно играть Что-нибудь Какие-то страшилки Или Убивать всех направо-налево Сейчас, для того, чтобы Сейчас, в наше время Очень много условий Для того, чтобы мы видели во сне Кошмар Почему? Потому что все, чем мы занимаемся В течение дня Если это уходит Туда В сон То на этом строится наш сон Понятно? Миша спросил Как нам сказали Что сон Это от Бога Также нам мудрецы сказали Что 90% Практически Это я с тебя беру Нет, там 90% Но большинство снов Оно не имеет смысла Особенно Особенно Если человек Духовно Немножко Низко Как мы с вами Все Все До одного Сейчас То есть нет такого Что мы Как на уровне Первых мудрецов Которому снились сны И которому что-то хотели сказать Я дальше приведу Какие-то примеры Сейчас мы должны С вами понимать Что большинство Сновидений Они В принципе Бессмысленны Почему? Потому что Они строятся На ежедневных Переживаниях Ежедневных Мыслях Ежедневных Просмотрах Того чего мы смотрим Будь то фильмы Будь то игры Будь то еще что-то И это все Уходит туда В сон Почему? Потому что Та душа Которая выходит Она с этими мыслями Она поднимается туда И именно На основе Ежедневных Наших действий Наших занятий Соответствующих С этим Наши души Достигают Соответствующих Высот небесных И Сталкиваются С такими Ангелами Которые дают Ту информацию Которую мы видим Потом во сне Если бы мы с вами Занимались только Духовным Если бы мы с вами Занимались только Духовным То Тогда бы да Наверное нам бы Показывали сны Гораздо более важные Чем в принципе Но Миша прав Миша прав в чем? Что Каким бы Сейчас что вам проучили? Каким бы Бессмысленным Не был сон Доля того Доля правды И доля информации На которую нам нужно Обратить внимание В этом сне есть Например Если человеку Приснились Те игры Которые он играл Весь день Да Например Какую информацию Мы можем здесь Не играть в Перебор Все? Не играть в Совершенно верно Вам даже уже Рассказывать не нужно Какую пользу Из этого сна Я могу получить Что мне показали Что Слушай Слишком много играешь Может не стоит Зачем Если ты целый день Занимаешься этим Может хотя бы Когда вас Я не думаю Что если Не верю Проснятся деньги Он скажет Что-то у меня Слишком много Семен Может Бывает Почему Бывает Слишком много Которого не нужно Знав Что надо Знав Что Продолжение Нашего дня В большинстве Случаев Да Но мы привели Еще до этого Смотрите Есть реалистичные Допустим Когда ты видишь Сон Просыпаешься У тебя до сих пор Остается ощущение Как будто ты во сне Допустим Ты ел во сне мороженое И проснулся У тебя Вкус карамель На губах Не бывает Вот такое Бывает Да бывает Еще раз Смотрите Снится Что ты что-то пьешь Ты просыпаешься И ты думаешь Что ты продолжаешь Непить Еще раз Смотрите Это все возможно Почему Потому что Я еще раз говорю Сон Сон Это Смесь Тех мыслей Которые у нас есть В течение всего дня И нашего воображения Всего дня И нашего воображения Например Бывает Что тебе знакомый человек Привидится В виде Я не знаю Какого-то животного То есть лицо И какое-то животное Как это может быть Я же его не видел Вы меня можете спросить Как это может быть А так что Я с этим человеком Весь день общаюсь А потом Мое воображение Добавляет туда То что из другой области Вот и все Мы поговорим об этом тоже Если мы доберемся Если вы мне дадите возможность Есть сны Которые нам хотят Дать какое-то послание Тем более Тем более Если Вот Люди Которых мы никогда Не видели в жизни И они к нам приходят во сне Есть в этих снах Та же польза Да То есть Мы сказали Что польза Это в том Что человек Себя по-настоящему Узнает И узнает Чем он слишком много Занимается Может быть Не стоит этим заниматься Так Ну однако Большинство снов Не помогают нам По-настоящему Или написано В трактате Санхедрин Тридцатый лист Амудалев Что Они и не поднимают И не опускают Это лишь смесь Нашего воображения И наших мыслей Очень часто бывает Не только у меня Когда человек падает Только в лесу Ой да Я постоянно У вас не падаю Я просыпаюсь И за то что Хорошая звона Я специально Для вас Посмотрю В конце Есть очень много Слов Я специально В конце урока Для вас Посмотрю Хорошо Раз вы все Было такое ощущение Когда спишь Давайте дальше И ты Падаешь Посмотрим Посмотрим Геморабрахот 56 лист Амудалев Говорит Хороший знак Для больного В чем хороший знак Сон для больного В том что Приходят ему Говорят Что ему нужно Исправить Чтобы Излечиться Важность Тебе Давайте Проговорим О важности Снов Проход Трактат Проход 55 лист Амудалев Пишет так Сон Это 1,6 Часть Пророчества 1,6 Часть Пророчества Зуар Акадош Пишет Хорошат Баешеф Смотрите Любая вещь Что придет В этот мир Акадош Баруху С кем Эден Мы с тобой Разговаривали Смотри Любая вещь Что придет В этот мир Акадош Баруху Информирует До того Как это наступит До того Во времена То есть Во времена Пророка Всевышний Информировал Нас О том Что произойдет Будущее Братья Вы сегодня Особо активны Не скажу Что меня Это очень радует Через пророков Он пророкам Говорил У нас есть Пророк Ирмияу Пророк Схария Пророк Ишаяу Столько пророков У нас Их книги Есть Почему Это еще один Пример Что им Открывался Всевышний Чтобы сказать Еврейскому народу Что будет С нами В будущем Сейчас Когда пророков Нет Пророчество Прекратилось Есть Единственная Такая Возможность Что может быть Узнают Узнаем Во сне Что будет В конце Что будет В будущем Может быть Нам во сне Это передают В конце Я с вами хочу Поговорить О том Что нужно Сделать Для того Чтобы сон Оказался Правдивым Есть специальные Шаги Что нужно Делать Каким человек Должен быть Чтобы у него Были Правдивые Истинные Мы с вами Сказали Что большинство Из них Они неправдивы Правильно Ты пробовал Попробуй Может ты нам Дашь ответ Что ты сказал Послание Так вы же не пробуете Самое главное Наша проблема Я думаю Не надо думать Надо пробовать Если человек Верит В это Если ты веришь Чтобы Тебе Тот Если ты веришь Тому Кто тебе Это сказал Что если Прочитать Послание Рамбама И тебе придет Ответ На этот вопрос Тогда я Заверяю Но Есть там История Про одного Хасида Сегодня Не буду На этом Останавливаться Насколько Народ Израиля Удостаивается Открыть Небеса Через Сны И можем Выучить Собрание Гаона Рабену Ревена Маргалиоту Написано Смотрите Есть такой Шут Мина Шамай Где Собрано Много Объяснений Снов Которые Предупреждают Персонально Или Объединяют Какие-то Вопросы Аллахические То есть Мудрецы Иногда Не могли Получить Ответ На свой Вопрос И они Задавали Вот как Они Задавали Вопрос И им Открывалось Это во сне Прежде чем Пойти спать Они молились Всевышнему И задавали Вопрос И им Открывалось Это во сне Я хочу Вам привести Несколько Примеров Раф Ицхак Мойна Однажды Он Сомневался Писать В Гет В Гет Писать Акива Или нет Что такое Гет Хас Вешал Не празднует Сказано Если человек Разводится С женой То он Должен Написать Ей Гет Так Значит В Гет Нужно Написать Он должен Был Написать Имя Акива И он Не знал Его Зовут Акива Через Алиэф Или Акива Писать Через Хей В конце Какую Букву Писать Так Он Попросил И во сне Ему Открыли Ему Во сне Присылся Пасук Пасук Из Тейлим Ор Заруа Лацадик Улишре Лев Симха Последнюю букву Если посмотреть Ор Реш Заруа Айн Цадик Куф Улишре Ют Лев Бет Симха Хей Получилось Акива Схей В конце И он Взял В следующий день Написал Гет И Написал Букву Хей Почему это так важно Какое имя писать Он должен Он помолился о том Чтобы он Правильное имя Записал Какая разница Вы скажете Алиэф Хей Ну какая разница Для этого нужно молиться Небеса Беспокоить Это гет Иногда люди не понимают В чем важность гетта Друзья Иногда Иногда есть Что его нужно писать Ну не получается Совместная жизнь Бывает Без гетта Нельзя расторгнуть брак Поэтому Равин молился Чтобы он Правильное имя записал Если он не напишет Правильное имя Тогда это женщина И этот мужчина Не будут разведены Знаете в чем проблема Проблема в том Что когда Молодой человек И девушка Женится После свадьбы Ихмазаль Объединяется Ихмазаль Он один Ишаке Гуфо Жена Она как Твое тело Написано Как ты То есть это У них один Мазаль становится Если они Расстались Например И гетт не написали Они думают Что они Расстались На самом деле Не расстались У них Мазаль остался один Пока гетт не написан По еврейскому Обычию Ты женился По еврейскому Обычию Должен разойти Нет ничего Нет ничего Удивительного Понимаешь Все что Есть вокруг Это взято у нас Я не знаю Я посмотрю Я посмотрю Это с точки зрения Науки Надо посмотреть С точки зрения Духовности Потому что У любой Причины У любой вещи Есть своя Духовная цель Духовная цель Книг Давайте Мы сейчас Закончим С темой Сновидения Хорошо Так вот Значит Вы поняли Да Поэтому Равин молился Поэтому Равин молился Чтобы Всевышний Дал ему Подсказку Какую букву Нужно записать Правильно Потому что Если бы записали Неправильно Тогда получается Что она Не разведена Понятно Да То есть Еще раз Как это влияет Как муж и жена Если они Не разведены По еврейскому Обычу Как они Друг на друга Влияют Не просто Судьба Значит Например Есть обязанность На человеке Да Кормить свою жену Есть обязанность У него Есть К Тубе написано Тора повелевает На него Кормить ее Одевать ее И иметь с ней Отношение Если он Этого не выполняет Он нарушает Законы Торы Если он С ней Не разведен Он нарушает Закон Торы Пускай потом Не спрашивает Почему на него Пришло столько Испытаний Столько проблем Или например Тот же Шаббат Муж и жена Они Обязаны Оба соблюдать Шаббат Если один из них Не соблюдает Получается Как будто Они оба Не соблюдают Если они Разведены Например Женщина хочет Соблюдать Шаббат А мужчина не хочет Или наоборот Мужчина хочет Соблюдать Шаббат А женщина не хочет Соблюдать Шаббат Если они Разведены и получать, что они оба нарушают, если они разведены, и каждый сам по себе, если они написали гет. Понятно? Поэтому раввин обмолился. Второй пример. Ташбетс. Ташбетс Катан. Симан 352. Рассказал Рабену Барух. Про Рабену Эфраима. Рабену Эфраим, чтобы мы с вами понимали, это один из решений. Он как раз написал, что Бениамин был волком, превращался волком, я вам обещал тоже рассказать как-нибудь Безратошем. Так Рабену Эфраим однажды съел рыбу. Рыбу, она была как рыба-меч. И у нее были так, Кроме скажет, какие признаки кошерности рыбы? Чешуя, мешуя, плавники. Не мешуя. Четко должен чешуя и плавники. Хоза, губарух. Правильно. Там, пойдем покушаем там. А что там, рыбу? А, рыбу, рыбу можно. Нет такого рыбы можно. Надо узнать, что это за рыба. Чешуя и плавники у этой рыбы должны быть. Так, у этой рыбы-мечи, которую кушал Рабену Эфраим, у нее была непонятная чешуя. То есть, она была необычная. Не выглядела она так, как обычная чешуя. Непонятно было, это все-таки чешуя или некая кожа. О, как он-то узнал? Сейчас я вам расскажу, как он-то узнал. Он решил ее съесть, все-таки, эту рыбу. Слышишь, Давид? Эдвик, ты слышишь? Так, теперь он съел эту рыбу все-таки. Рыбу-мечи. Лег поспать и во сне видит сон. Рыбу. Рыбу ест? Нет. Он видит седовласого мужчину, у которого лицо светится. Подходит он к нему и в руках у него Рыба-мечи. Нет. В руках у него червяки. Червяки можно нам кушать? Нет. Он ему говорит. Там еще змеи были. Лягушки, не знаю, еще что-то. В общем, присмыкающиеся. Все, что нам не нужно. Он говорит, на. Пробеду Эфраим говорит, во сне я чувствую. Миша, слышишь? Во сне, говорит, я чувствую, хочется это скушать все. Он говорит, на, покушай. Он говорит, да, можно? Да, говорит, можно. Это, говорит, так же разрешено, как то, что ты съел утром. Та рыба, как ты съел утром. Когда он утром проснулся, обеду Эфраим понял, что эту рыбу нельзя было есть. Да, он понял, что это был Илья Ванове, который к нему пришел во сне. Это примеры, я вам привел примеры того, как Всевышний посылает нам информацию, чтобы что-то нам сообщить, для того, чтобы что-то исправить или пойти по правильному пути. Говорят мудрецы так, если сон приснился несколько раз, если сон приснился несколько раз, тем более одинаковый, или даже если по смыслу одинаковый, то это очень большая вероятность его исполнения. Очень большая вероятность. Надо задать вопрос. Это называется, Шайлот Раф, нужно спрашивать, что нужно сделать, чтобы так не было, или и так далее. То есть нужно понять, что же все-таки пытаются тебе сказать во сне. Нужно понять, потому что если несколько раз пришло, то это однозначно... Несколько раз один сон, или несколько раз сон? Несколько раз сон. Например, вот пример. Шутажбис приводит Рожбама. Рожбам установил Таанид. Таанид, он был главным раввином местности одной, и он решил установить там Таанид. Таанид, знаете, что такое, да? Кто не знает, Таанид. Таанид это когда люди постятся. Пост, да. Совершенно верно. Так для всей местности, это не просто, а он сказал, все люди будут поститься. Люди были недовольны, потому что он это сделал от того, что ему сказал другой человек. Другой человек. Но потом он объяснил, как он это сделал. Оказывается, самому ему пришло во сне. Пришел человек и сказал, тебе нужно установить пост. Почему устанавливают пост? Почему человек решает поститься? Если он родил Таанид, правильно? Да, это правильно. Но что касается сна, есть три. А, если зубы? Есть три сна, что если человеку приснится, он должен сделать лучше, лучше бы, хорошо было бы, если он взял Таанид на себя и постился на следующий день. если убили, если убили, по-моему. Нет. Если... И обрушилась крыша. Если что-то с зубами, то есть выпадает зуб или еще что-то, скорее у тебя, не дай бог, но в целом это проблемная тема. Второе, если падает крыша, и третье, если горится фертор, не дай бог, то нужно установить пост. Сколько? День. День. Для какой-то промежуток времени или прям день? Сутки, да. Ну или с рассвета до заката. Снец до захода солнца. Да, тогда это несколько часов. Да, да. О, теперь... Есть листья зимой? Пост? Что ты делаешь пост? Ты не кушаешь. Зовем к Кипуру. Я 9 авгу. Что мы делаем? Не кушаем, ничего. Не пьем, ничего. Так это пост. Так Рожбам пришлось установить пост для всей местности. Почему он это сделал? Оказалось, не потому, что к нему пришел один еврей и просто из-за этого сделал. Не поэтому. А потому, что, оказывается, ему приснилось во сне, ему пришли и сказали, сделай пост, постанови для всех. Была какая-то опасность для евреев. Сделай пост. Он решил, ну, он сказал, а, ладно, халомат шавьедоберу, они ложную информацию дают, эти сны, я не буду ничего. Но пришел потом другой человек, другой еврей к ним и сказал, приказали мне, чтобы ты постановил пост для всей местности. После этого, говорит, когда второй раз он ко мне пришел, и второй раз мне это сказали, передали информацию, я должен постановить пост. это что значит, что когда сон повторяется. Так, сказано в Зуар, Акадош, кто там про Зуар рассказывал, ну, и спрашивал, на танце. Сказано в Зуар, Берешит, да, 194, ты соответственно тому, каков сам человек, такой сон ему присылает. Да, да, почему? Потому что, соответствую его духовным уровнем, поднимается душа его на верхние миры. Если он высокий духовный человек, то еще больше его поднимают. Низки-то вообще недалеко он уходит, всякие глупости получают и приходят обратно. Так, можно понять свое подсознание. Через сны еще можно понять свое подсознание. Во сне человек, почему? Потому что написал книга Сафер Хасиди, во сне человек не стыдится. Нет такого, что человек может там стыдиться кого-то, а то, что он в течение дня думает, хочет сделать, во сне ему и не может, да, в течение дня среди, во сне может сделать. Поэтому он так может себя узнать, свое подсознание, что он реально хочет. Если этому приснилось, о, значит, это его желание, может, с этим нужно бороться или наоборот, это нужно усиливать, вообще надо смотреть. Человек, он разговаривает, что? Бывают такие люди, которые, но если по-моему, так как он контролирует, что может? Контролировать свой сон. У меня был такой парад. Контролировать сон? Ну да, ты видишь сон, и ты понимаешь, что это сон. И ты уже можешь делать дальше что-то. А мне пару раз. У меня был такой парад, потому что ты понимаешь, что ты спишь. из того, что мы выучили, смотри, Даниэль, Даниэль, из того, что мы выучили, а, кстати говоря, кстати говоря, как вы считаете, то, что я сейчас рассказываю, это для евреев только? Для всех, это психология. Для всех, это не психология, это духовность, это духовность. Да, это то, что я специально с самого начала, для таких как ты подчеркнул, что Тора нам рассказывает об этом. Все, что потом кто-то там наложил на это, это уже было потом. Согласен. Да, есть у Фрейда, есть огромная книга про сны. Так, но мы должны знать, где корень. И поэтому, кто по-настоящему боится Бога, кто по-настоящему Иреша Маи, он должен понимать, что то, что ему во сне приходит, это некая информация, которая ему дается. Дается. Если дается, ее нужно проанализировать. Если мы, конечно, помним. Проанализировать и сказать, что мне нужно исправить, куда мне нужно двигаться. Написано в трактате «Нида», 30-й лист Амудбет, слово «Халом» похоже на слово «Халон». Нам надо сказать, что это за слово. Халом. Халом. Сон. Ахалон. Окно. Правильно. Поэтому написано так. не да, что сон – это окно в нашу душу. Да. Который видит от одного конца света до другого конца света. То есть, душа, она может видеть гораздо больше, чем мы даже себе признаемся. так же, как и маленький ребенок в животе матери, пока он не родился. Про него тоже так написано, что он видит от конца, от одного конца света до другого конца света. Например, теперь, кто спрашивал по поводу, пример того, как ушедшие приходят просить помощи. А там шмал брать? А? Если… Не-не-не, шмал здесь ни при чем. Автор книги Олмошел Ави приводит пример с рыбаком. Вот автор этой книги, он был раввином в одной местности, к нему пришел рыбак, один из богатых людей там, и говорит, я с тобой договорюсь, я тебе, говорит, каждую неделю приношу пять больших рыб, просто так, но ты мне обещаешь, что будешь говорить кадыш по мне. После того, как я умру. Прошло много-много лет, этот раввин стал еще больше раввином в другой местности, и к нему он пришел, этот рыбак к нему во сне пришел и сказал, я сегодня ушел, ты должен начать говорить кадыш. Что такое кадыш? Поднятие души умершего. Соподнятие души умершего. Ну что такое кадыш? Это восхваление Всевышнего. Мы восхваливаем Всевышнего за то, чтобы кого-то там подняли, душу кого-то подняли. Так это он проверил, это была правда. То есть иногда они приходят, чтобы им нужна помощь. Когда ушедшие приходят во сне, это значит, может быть, что им нужна некая помощь, какая? Духовная. Не то, что, как наши делают? идут на могилу, цветы принесут, почистят ее и до свидания. Итак, что рыбак пришел, сказал, я сегодня ушел, говори кадыш, делай что-то духовное, учи Тору, восхваляй Всевышнего. Вот что им нужно. Больше им ничего не нужно. Если они приходят во сне, больше как духовности ничего не нужно. Нет, сделать не хачапури или там плов и поесть, да, или курзу, да, и поесть это самому. Нет, это им не нужно. Им нужно сказать благословение и нужно сказать, да. Если у вас этот сорт, да, то есть, то есть, что у него как-то был топор и потом взял такую новую мобилу, топор понадобился, чтобы растение убрать. Удивительно. Удивительно. Ну, то есть, реально он пришел, он пришел, чтобы попросить убрать, получается, растение. Удивительная вещь. Да. Зоа приводит, что сны, которые, о, еще один, еще одна важная вещь. Зоа приводит, Натан, что сны, которые приходят в начале ночи, они обычно неправдивые. А сны, которые приходят ближе к рассвету, они имеют больше шанс быть правдивыми. Ты же обоедини на кризисе, понимаешь, которые в конференции ты исты не понимаешь. Не знаю, я не знаю. Зависит от человека, наверное, да? А можно, может быть. Они больше имеют шанс быть правдивыми, да, еще раз. Почему? Потому что мы всю ночь проспали, как бы, может быть, все, что за ночь, это, может быть, уже от нас ушло, а в конце где-то там у нас света. Хотя мы, наше время, молодежь ложится только под рассвет. Я не знаю, как с этим сейчас быть в это время. да, да. А вот это, ну, типа специально так Бог сделал, или это просто совпадение, когда во сне прямо есть самый интересный момент, ты прямо в этот момент просыпаешься. Да. что появляется? Может быть. Может быть, я не знаю. Еще раз, еще раз. Теперь смотрите. Теперь смотрите. Это, это все еще раз. Большинство снов, Раниэль, это то, что мы хотим видеть, да, а не то, что нам что-то рассказывают. Может быть, часть из того, что нам нужно знать, да, но я дал пример сегодня, что, может быть, об этом и не стоит думать. Теперь, теперь я вам хочу рассказать, что пишут наши мудрецы о том, как человеку получить настоящий сон. Как нужно сделать так, чтобы удостоиться увидеть настоящий сон. Первое. Первое это молитва. то есть, нужно человеку помолиться, если он хочет узнать какую-то информацию. Нету у евреев никого, никаких посредников между евреями и Творцом не стоит никто. Каждый из вас может разговаривать с ним напрямую. Напрямую. Просто, закрыв глаза вы можете молиться Творцу. Хотите сон, хотите что-то другое, в любом случае надо молиться. Но если человек хочет получить какой-то ответ на свой вопрос, может помолиться. Другой вопрос, я вам скажу откровенно, что тот духовный уровень, на котором мы с вами находимся, скорее всего, скорее всего, не позволит нам получить полный ответ на то, что нужно и понадобится обязательно помощь раввина, который в этом разбирается. но тем не менее мы можем получить какой-то ответ и получить потом ответ вместе с раввином. Второе, второе, то, что мы с вами, то, что я вам рассказывал на первом уроке. Симха шель митсва. Симха шель митсва. Это второй ответ. То есть, надо быть радостным при выполнении заповеди и за эту радость дает объяснение сну, дает правдивый сон. Третье, это Матитьяу. Третье, это Цниут. Что такое Цниут? Цниут, это скромность, друзья мои. Написано в Брахот, в Геморре Брахот 62, Амудбет, что каждый, кто скромно ведет себя в в месте, где он, в принципе, может быть раздет, да, будут у него прекрасные сны. То есть, человек зашел в ванную, он там раздет, но он ведет себя скромно. Почему? Потому что он знает, что там Всевышний там тоже есть. если он там себя ведет скромно, за это дают прекрасные сны. Не зря у нас с вами бабушки, например, моя бабушка, Казихон-Левраха, у нее что, не сны приходили, все нужно было четко смотреть, все нужно было смотреть. О, что, она что-то сказала, значит, что-то, что-то из этого точно исполнится. Наши бабушки видели сны, ого-го, им давали просто так. Почему? Потому что они были скромные, у них был снют, неимоверная скромность, неимоверная скромность. К сожалению, сейчас уже появляются бабушки, которые далеки от тех бабушек, и сейчас они уже не видят сны. Почему? Потому что скромность, она стала гораздо меньше. Женщинам особенно, женщины, которые духовно гораздо ближе к Творцу, чем мужчины, за скромность им открываются гораздо больше информации. Гораздо больше информации. И раньше нам придавали еще больше значения. Сейчас, в наше время, когда рациональности больше, мы сны, вот тут есть молодой человек, который это у нас сказал, сны относят к психологическим вещам, а не к информации с небес, то поэтому, если мы на это обращаем меньше внимания, нам не дают. Тебе это не важно, пожалуйста, не будьте делать. Ничего важного не получишь. То есть, такой подход. В психологии ты тоже можешь получить пользу этого сна? Например, даже игра. Так же и что? Да, второй. А, ну, да, да. Он скажет, просто не подвигать неправильная тротовка или неполная, но так или иначе на юридской какой-то сон. Конечно. Четвертое. Четвертое. Четвертое, как человеку получить правдивый сон, это эммет, самому быть правдивым. Когда человек сам говорит правду, ведет себя как эммет, как по отношению к Творцу, так и по отношению с людьми, удостаивают его, что он получает правдивые сны. И пятое, конечно, это никто не отменял, что нужно спрашивать у Равина, и правдивый это сон или нет, надо спрашивать у того, кто понимает. Я ответил на все вопросы? Да. Или нет? Да. Здесь еще много рассказывают, друзья мои, там много-много, в книге много-много, может быть, по ходу еще будем делать уроки, если вам интересно, еще будем делать уроки без раташеев. А сегодня на этом все. Спасибо. Спасибо.